Варенички с картошкой, с грибами. Нормально она, да, пришла отмириться? Вареники сама лепила. Замерзла я по сметанам. Да, сразу скажи, каким образом ты меня поздорила. Расскажите. Мы сейчас расскажем, придет время для тебя. Приятного аппетита. Ты животное. Своё. Ты нормально относительно. Ты припей? Вареники в студии, вы сдержитесь по скормлению. Людей, тем более, мы пока не разобрались в конфликте, тем более, женщина, которая сидит напротив вас, гораздо восстанавливает. Почему вы не себя называете? Потому что человек у меня работал, его нанял мой мужчина. Она работала у меня водителем. И в один прекрасный момент, мало того, что я изначально не была рада, потому что она у меня работает, потому что она неопрятная. Она отрадительно одевается, как будто она из 80-х. Она с ним воняет фото. Она мерзкая, постоянно с грязной головой. Если покинем помолчевую, если покинем эти фото, если от меня воняет фото, тогда почему? Почему ваш муж держит меня? Вот интересный вопрос. Мне подождать, как это выскажешь себе, что? Помимо того, что она... Прямо на штаны сметаной ляпнул. Слушай, ну вообще... Она малоподвижная, старая. Я как бы... Это еще как бы... Все будут старыми когда-то. Синя, Синя, я шрам. Синя, это правда... А, погодите, вот, сейчас уже ее с нами, так что шрам. Что шрам, расскажите, Синя? В один прекрасный день, прекрасный, она должна была... Я должна была поехать на встречу с подругой. Речь идет, в общем, о том самом деле, когда вы выволокли Людмилу из машины. День констре. Выволок, замуж. Продолжайте, пожалуйста. Она не хотела выходить, я должна была поехать на встречу с подругой. Она, как обычно, опоздала. Она приехала на грязной машине. Грязная машина была только потому, что на меня отлали в сельскую местность. И был дождь. Очень зря я тебя просто не пошла. Давайте в деталях просто разберемся. Итак, что случилось? Приехала. Она приехала... Я не захотела с ней ехать. Мало того, что она, как обычно, опоздала. Машина грязная, все в ее репертуаре. Начала мне хосни, перекатся. Я ей сказала, вы здесь машины. Ты будешь здесь работать? А как ты ее хранила, интересно. Она мне говорит. Я не всегда разговариваю. Я сейчас разговариваю, ты. Почему вы с тобой на пыль? Я не знаю, старшина. Людмила, серьез. Я не знаю ваше многократное объяснение с нашими редакторами о том, какое у вас образование, какой вы семьи, какого вот губа, какого уровня развития. Так вот, пока вы демонстрируете уровень развития, извините, ниже к линзу. Потому что сидя на середине в банале, общаясь с человеком старше себя, обращаться к нему, свинья безмозглая, животное, извините, это... Слушай, нет уровня. Какой шрам? Она, между прочим, с грязной головой, это баба, которая... Ну, я ей сказала, что я из-за увольня, что я не хочу с ней находиться в одной машине. Она говорит, что по указанию Юрия Михайловича, она должна меня сопровождать. Потому что я не буду садиться, чтобы она вышла оттуда. Она сказала, что не вы меня нанимаете, не вы меня будете увольнять. Правильно? Я, в смысле, правильно. Это моя машина. Ты там, извините, пятую точку посадила, не хотела бы... Я, извините, я правильно понимаю, что этот шрам... Сверху и действия... Она мне нанесла, да. Она... Как его? Я попросила, чтобы она вышла с машины, в итоге она не выходила, я вылезла сама от машины и начала открывать дверь. Она заблокировала дверь моей машины. Думать, дверь моей машины. Я не могу, я ваша легенда. Почему я буду блокировать? Сейчас, нет, я просто хочу слышать про этот шрам, пожалуйста. Брон открыто одно. Я решила... Конечно, это грубо, наверное, было с моей стороны, потому что такую тушу вымолочил. Через окно она нереально. У меня в состоянии таком, мирном, как бы... Начала залезть через окно к ней, и она резко... Залезть через окно к ней. ...поднялся и делал мне боль. Да, придавил мне руку, у меня гемотома, вот. Не уходишь, не поив, не боишься. А что она башку туда не сунула, да? Милый тоже есть шрам, она его демонстрирует, и она улетает, что в шраме... Ужас! Вареники с грибами огнище. Первое, это то, что мы несли попои, а второе, то, что... Невозможно оторваться от этой чуши. ...она наказывается уже... ...выголовно, что производство... Видите, как могут быть попои, и вот вы сравниваете вот мои внешние данные, да, мой вес и эту тушу. Какие-то... Попои, попои. Простите, пожалуйста. Я так понимаю, что сегодня для вас страшно не вот это заявление, не то, что на вас подают в суд заявление в полиции, а то, что пострадала ваша деловая репутация. Ей наплевать. Она реально понимает, что ей ничего не будет. Потому что, как говорится, не насосала, а подарили. Чтобы говорит, репутация пострадала, она должна быть у человека. Адвокат вот сидит, говорит, тявкает. Кто же ее опустит, а? С небес на землю. Член. Член элитного клуба. Ее взяли мужики. Лиса и баскут называется. Вам слышно? Виталь. У тебя есть соображения по этому поводу? По поводу чего? По поводу клуба. Не надо, не надо. Я так наелась, умоляю. Уже все. Умоляю, пожалуйста. Я этот-то сижу и лужу, думаю. Влезет, не влезет. Улезет или не влезет? Тебе улезет. А тебе? Ага. Я уже, Катя, по-моему, начала. Ну, вкусно, скажи. Надо купить мясо и сделать пельмени и налепить. Почему? Я думаю, надо вареников налепить еще. Вареников? С творогом? И с картошкой. И с картошкой? Ну, значит, это еще проще. Картошки завались. Извините, без нервничащих. Так ты могла наслышать репутацию человека. Еще одна вышла. Львица, ты посмотри, она в лифчике вообще вышла. Ты посмотри на себя. Ты сколько заработала с этого? 50 тысяч? Подошла, попросила, она в тебе думала. Я еще подарила. Боя че, ну, твоя коньяк, генька. Твоя, ну, твоя дорогая. Че-че-че? Да, наверное, обкуренная. Я не пойму, а че ты на хрюшку смотришь? Почему на хрюшку не на хрюшку? А на что? Стакан выставляют. А ровно, чтобы он стоял по подложке? Да. Я думала, ты ее ко мне лицом повернул, чтобы как бы напомнить. Вот так вот стоит, поворачивает кружку на меня. В смысле напомнить? Ну, как бы напомнить, что вареники-то... Они не способствуют похудению. Поговори, как она на меня смотрит. Розовенькая. Два слова в кучу связать не может, ты представляешь? Да, она, вон, мне кажется, под героиня. А эти ржут. Люкс. Люкс, лакшери, голд. All inclusive. Все слова, которые я знала, это да. Все к месту, все в дом. А что за передача? Как она называется? Этот. Время покажет. Нет. Их на детекторе проверяют. Вот этих вот. Вот это стадо проверяют на детекторе. В общем, ладно, друзья мои. Занимательная передачка. Пора на боковую. Поели, можно и поспать. Все, хорошего вечера.